Валерия Зиновьева Валерия Зиновьева Я вас поздравляю с попаданием в партийный список и с тем, что вы теперь кандидат в депутаты областного Маслихата. Валерия Зиновьева Валерия Зиновьев 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 что многие испытания в разных сферах нашей деятельности, мы перей начали свою жизнь, мы ее переосмыслили, какая-то трансформация внутренняя и духовная произошла, у каждого из нас этого никто не отрицает. И как раз-таки девизом, слоганом нашей партии, предвыборной именно кампании, программы является «Преодолев испытания, победим вместе». То есть преодолевая вот эти испытания, как раз-таки в своей работе нынешней, агитационной, упор сделан именно на живое общение с нашими избирателями, то есть непосредственно с нашим электоратом. То есть работа построена не просто на раздаче буклетов, брошюр, листовок, какой-то ознакомительной информации, то есть работа направлена именно на живое общение с людьми. То есть у нас каждый день агитационный, он расписан график у каждого кандидата от и до. То есть мы встречаемся, мы проводим экспромт-встречи в наших общественных местах, конечно, с соблюдением всех мер безопасности, социальной дистанции. То есть у меня, по крайней мере, была встреча уже в торговом центре «Март», в автоционе. Я подходила непосредственно к самим людям, к нашим гражданам, спрашивала, что конкретно их интересует, какие проблемы их волнуют. Чтобы вы хотели решить, что вас волнует непосредственно как жителя нашего города, на что нужно обратить непосредственное внимание. Люди, конечно, с охотой делились какими-то своими переживаниями, у кого-то есть какие-то личные… Что говорят люди, да? Допустим, я сейчас продолжу, что у нас акция от двери к двери, это по домовые встречи. То есть мы приходим в жилой дом, где обходим все квартиры, стараемся выслушать людей. То есть это общественные места на улицах города, это канвасинги, так называемые, тоже новое слово пришло в наш лексикон. Все это направлено именно на встречи с нашими гражданами. У людей разные проблемы. Вот вчера у меня была общественная приемная в городском филиале партии «Нуратан». Люди приходят с разными проблемами. У кого-то нет квартиры, да, то есть это вот сирота, которая не знает, куда обратиться. То есть люди даже вот не знают, собственно, с чего начинать, с каких азов собирать документы, да, то есть что нужно вставать на очередь, что нужно обратиться в отдел жилищных программ. То есть у людей бывают такие очень, в принципе, жизненные ситуации, когда, допустим, сгорел дом, да, и человек вот остался один на один со своей бедой, и вот она мама, одиночка, воспитывает сына, да, который учится в школе, и она не знает, куда идти. То есть человек не осведомлен, куда ей стоит обратиться. Она пришла именно за помощью партии «Нуратан», где мы ей разъясняли, что ей нужно собрать какие-то документы, прийти в отдел занятости социальных программ, то есть принести акт вот именно по пожару, да, который составит, провести независимую оценку ущерба, да, и ей будет, конечно, на основании всех вот этих документов предоставлена единоразовая материальная помощь. Это вот в пределах 190 тысяч тенге, то есть уже какие-то деньги, да, то есть на восстановление той же кровли. То есть она не просит какой-то, знаете, такой огромной помощи. Ей самое главное, вот как-то решить проблему с крышей, потому что вот основная проблема была в этом плане, что вот у людей разные, допустим, кто-то приходит просить за своих соседей, видя, как они живут, да, в каких стесненных условиях, да, что вот, а как помочь, а в какие очереди вставать, а какие документы, да, а почему вот школа не помогает в приобретении с планшетом. То есть люди по многим параметрам, где-то есть, как вот, я как журналист понимаю, что где-то люди чего-то не читают, каких-то информаций вот этих не знают, которые, допустим, тоже управление образованием, они же сами собирают списки, формируют, да, вот по малообеспеченным семьям, да, по тем детям, которые воспитываются в социально уязвимых слоях нашего населения, то есть нет вот этой помощи, люди зачастую просто не малограмотные, а малоинформированные. И в этом плане наша партия как раз-таки и стремится, чтобы было вот это, больше информированности было, и мы хотим понять, какие действительно на сегодняшний день, вот, допустим, много вопросов к ТЭК, да, с вот этими всеми тарифами, которые почему-то скачут, разные показатели, разные суммы приходят для людей, и люди тоже не знают, или идти в суд, или куда обращаться, как доказать свою правоту, если, допустим, вот у них не тепло в доме, да, а приходит сумма такая вот, которая вергает. Такой широкий список вопросов от проблем с жильем до, там, социальной какой-то помощи адресной, вопроса образования и так далее. Их в состоянии сегодня решить партия? И почему люди идут именно вот к вам, к партийцам? Ну, конечно, нам приятно осознавать, что именно в партию прежде всего обращаются, не идут куда-то в госорганы, да, сразу, а именно в партию, потому что понимают, что здесь они будут услышаны, да, что здесь им действительно окажут, может быть, не материальную помощь, но именно консультативную помощь, да, то есть, а иногда это даже важнее, в том смысле, что вот правильно проинформировать и направить человека, куда ему нужно идти, с какими документами. И вот как раз-таки наша предвыборная программа, она охватывает все спектры нашей жизни, да, то есть, это и комфортные условия. И, в принципе, мы нацелены на то, чтобы улучшить жизнь наших граждан в разных сферах, будь то медицина, будь то образование, да, будь то безопасность, то есть, это установление видеокамер, да, наблюдение во дворах, да, то есть, это разные сферы жизни, которые нас всех волнуют, так как мы живем в нашем городе, мы хотим, чтобы наша жизнь улучшалась с каждым годом. И мы, вот ключевое слово в нашей предвыборной кампании, это именно инициировать предложения и содействовать реализации этих предпредложений. То есть, мы не просто собираем предложения и наказы от наших граждан, но они все перерабатываются и вкладываются в нашу предвыборную программу. То есть, она по мере того, как наш агитационный период идет, она пополняется, то есть, новыми какими-то замечаниями, наработками, вот какими-то идеями, допустим, вот у нас не только жалуются люди, да, то есть, не только приходят с какими-то своими наоболевшими вопросами, но и есть вот наши кинзионеры, мы привыкли думать о них, что вот они, наши бабушки, постоянно жалуются, что-то им не так, это не то, да. А есть такая категория граждан, которые хотят, вот, допустим, принести еще какую-то пользу, да, и вот они просят, чтобы город, городские власти обратили на них внимание с точки зрения того, чтобы для них открылись клубы, долголетия именно, да, где они могли бы заниматься спортом, да, проводить какие-то соревнования, то есть проводить свой какой-то досуг, именно вот развиваться, не сидеть в четырех стенах, потому что это так, категория граждан, которая еще имеет энергию, да, которая всегда инициативна и всегда активна, то есть есть какие-то такие дельные предложения от них. Самое интересное, что молодежь не остается в стороне, когда проходишь где-то на улице или вот в торговых центрах с листовками нашими, да, интересуются, спрашивают, а для молодежи что, да, вот я всегда интересуюсь, вы где учитесь в наших вузах, да, кто учится в России, да, кто-то за рубежом, и для меня всегда интересно, а получите диплом, а вернетесь к нам в нашу страну, это, в принципе, на вашу родину, и вот многие говорят, что да, это тоже, в принципе, очень радует меня, что есть у нас и патриоты, да, которые стремятся, действительно, и наш город много делает для именно подрастающего поколения, вот у нас в этом году общежития начали строиться, да, уже к концу года нынешнего уже будет сдано общежитие Медколледжа, уже 26 декабря ребята вселятся уже туда, колледж автодорожного транспорта, да, что у них тоже появится свое общежитие, в принципе, в КРУ у нас имени Ахмета Байтурсынова на 500 мест будет общежитие, политехнический высший колледж тоже обзаведется своим общежитием, то есть идет содействие именно по нашей линии, депутаты от нашей партии, они как раз-таки инициируют и содействуют реализации вот этих проектов, то есть многие предприниматели, с которыми мы встречаемся, они, конечно, радуют за то, чтобы было больше льгот, да, для бизнеса, для грантов, да, чтобы было, потому что в нынешнее время вы сами видите, в каком упадке наш бизнес, да, что многие, конечно, где-то потеряли свои прибыли, что многим пришлось закрыться, и партия вот ищет новые пути помощи, поддержки, да, именно то, и вот как раз-таки, ну, есть такие люди, которые, допустим, впервые слышат о том, что в нашей стране будут проходить выборы, тоже где-то мы понимаем, понимаем, что идет вот недоинформированность наших граждан, а от этого зависит, как бы, исход всех этих выборов, да, какая партия окажется в лидерах, да, и то есть для нас очень важно, чтобы выборы прошли при стопроцентном охвате населения, и здесь мы даже радуем не за себя, а за своих коллег, также в частности этой партии АКЖОЛ, и АДАЛ, и АУИЛ, да, и НДП, то есть мы хотим участвовать в этих выборах на равных. Конкурентно? Да, 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 потому что у каждой партии в своей предвыборной программе есть какие-то интересные моменты, и здесь мы преследуем, вот Нуратан последует вот как раз-таки вместе, без Бергемоса, да, то есть тоже еще один наш такой девиз, что мы должны все-таки в одной упряжке быть, да, что мы должны ратовать за единые интересы нашей области, нашей страны. Вы упомянули уже о том, что многие в этом году, уже сто раз об этом говорено, да, что оказались в непростой ситуации, и вот этот вот лозунг Безбергемоса, он неоднократно звучал в этом году, это именно инициатива партии Нуратана, она была озвучена еще гораздо раньше, чем была объявлена о выборах, конечно, да, никак не была связана с выборами, но это тоже одна из мер по, так скажем, стабилизации ситуации в стране, вообще на то, как сегодня живут люди, насколько пристально вы обращаете внимание, это как бы первая часть вопроса, вторая, проводился ли какой-то анализ, вот в связи с теми обращениями, которые к вам поступают, больше их стало, меньше, как-то они вот в связи с тем, что вот сейчас такой непростой год у нас, как-то они видоизменились, может быть, эти обращения от людей, и вообще, как бы, есть ли какая-то вот конкретная концепция, видение ситуации, как вообще из всей вот этой вот нынешней коронавирусной, вот этой вот ужасной ситуации мы будем выходить, да? Ну, действительно, была сложная ситуация, особенно это летом, да, у нас какой-то вот период такой сложился, вот июнь, когда многие предприятия встали, да, когда был жесткий карантин, когда мы, наверное, впервые осознали, с чем мы столкнулись, да, и когда как раз-таки партия поняла, что нужно принимать кардинальные меры помощи, да, для наших малообеспеченных семей, для социально уязвимых категорий граждан, и здесь как раз-таки пошла помощь именно по развозке продуктовых наборов, то есть люди обращались в нашу партию, то есть это действительно проводился анализ по регионам, запрашивались списки из отделов занятости и социальных программ, где кто, да, в какой категории находится, в какой помощи именно нуждается, кому-то нужна была мука, кому-то сахар был нужен, да, допустим, кому-то нужна была одежда, то есть все это было точечно, то есть вот эти вопросы, они все, конечно, анализировались и контролировались именно партией, и, конечно, по нашим многим программам прошла переориентация, то есть вот как раз-таки было больше, вот как еще раз повторю, гарантированные социальные пакеты развозили мы, то есть это развозка лекарств именно уже, да, уже здесь. Деньги перечислялись по 15 тысяч деньги, да, на тонуслуги, да, 50 тысяч тоже наши семьи получали, более тысячи семей получила эту выплату, то есть в нынешнее время мы, конечно, понимаем, что это все единоразово было, да, то есть на постоянной основе проводить такие акции, да, это невозможно, да, то есть у партии тоже есть какие-то свои определенные. И для этого, да, и для этого созданное, и у партии нет таких средств, да, допустим, чтобы оказывать на постоянной основе такую помощь, и действительно вот как раз-таки в своей предвыборной программе в нашем первом пункте, да, это первый наш ориентир из семьи, это экономически устойчивый город, то есть это содействие созданию рабочих мест, то есть это вот как раз-таки в этом году большая подмога пришла в лице, так сказать, госпрограмм «Дорожная карта занятости», да, когда вот именно как раз-таки партия сразу же обратила внимание госорганов на то, что нужно что-то делать, что-то предпринимать, и на уровне республики по всем регионам пошла помощь вот как раз-таки по госпрограмме «Дорожная карта занятости», которая во многом выручила и наш город в том числе, да, то есть были созданы рабочие места, то есть началось строительство новых объектов, да, это и спорт-объекты, это и школы, и ремонт детских садов, то есть как-то стабилизировалась, да, вот эта ситуация. Ну и на сегодняшний день, конечно, мы смотрим на все происходящее и понимаем, что нужно что-то делать, нужно именно вот привлекать инвесторов, да, которые бы здесь непосредственно заходили со своими проектами в наш город, в нашу область, да, то есть через инвестиции создавать какие-то новые объекты, новые производства, новые предприятия, которые в свою очередь уже на базе своей создаются новые рабочие места. То есть как бы здесь, конечно, это сложный вопрос, и когда люди приходят, вот и в нынешний, да, период, мы говорим, что сейчас идет агитационный период, и мы не имеем права оказывать именно материальную помощь, да, но при этом все какие-то истории у нас взяты на заметку, под карандаш, да, и то есть мы где-то находим, конечно, возможность как помочь, чем-то, да, помочь, то есть не оставляем людей один на один. Ну и здесь нужно понимать, конечно, что преследуя принцип слышащего государства, мы, конечно, не хотим отстраняться от проблем и бросаться только красивыми лозунгами, да, то есть мы сейчас, нужно подвести итоги этого года, да, чтобы понимать, с чем приходить в Новый год. Конечно, это совершенно, наверное, уже другой будет подход к решению проблем, уже какие-то другие, наверное, будут акции, да, более какие-то точечные, может быть, именно с тем, что вот программа Янбек, да, наверное, немногие слышали, да, об этой программе. Вот как раз-таки вчера приходила к нам женщина, она вот и говорит, чем вы можете мне помочь, я одна воспитываю ребенка, да, мне нужна работа, мы говорим, что вот есть такая замечательная программа Янбек, да, когда вам через отдел занятости предоставляется возможность получить новую профессию, да, то есть обучиться, получить стипендию, там два месяца идет, да, обучение, и вот вам, вас тоже через центры занятости трудоустроят, люди не знают, допустим, об этой программе, а программа эта есть, и нужно пользоваться, да, предоставленными ею возможностями, то есть тоже здесь где-то, может быть, какой-то наш недосмотр в том, что люди не совсем информированы, вот я опять же говорю, что сейчас все, конечно, ушли в свои проблемы, интернет это как добро, так и зло, да, то есть где-то мы знаем информацию одним из первых, а где-то вот как раз такие упущения, может быть, тех же госорганов, и вот я в своей, кстати, дебатной речи говорила о том, что нашим представителям госструктур нужно как можно чаще встречаться с населением, как-то выходить, да, в прямые эфиры, если сейчас мы работаем все в режиме онлайн, да, то есть больше рассказывать о том, что предоставляет государство, да, какие льготы, какие гранты, да, какие проекты, какие конкурсы есть, да, на сегодняшний день, вот, допустим, грантовое финансирование в городе проходил конкурс, наверняка не все об этом знали, да, но были участники, там, до 200 участников было, то есть это на безвозмездной основе предоставляются начинающим предпринимателям гранты, которые они вкладывают в свой бизнес, в развитие своего какого-то дела, если оно уже у них есть, и как-то вот нужно дополнить чем-то, допустим, тем же медоборудованием, да, каким-то, или вложить какую-то сумму в развитие нового проекта, то есть все это нужно более активно продвигать через наши соцсети, и как можно чаще, наверное, встречаться все-таки с нашим населением, не один раз в год проводить брифинг, да, то есть как можно оперативнее, то есть чтобы информация, она была всегда актуальна. Вообще, если говорить непосредственно о той программе, с которой партия идет вот в эти выборы, на чем, так скажем, она основана, какие ее основные и главные приоритеты? Вот смотрите, главная цель нашей предвыборной программы – это создание условий для постоянного улучшения качества жизни и благосостояния нашего населения, то есть 7 приоритетных направлений, это, как я уже говорила, это экономически устойчивый город, это комфортный город, социально ориентированный город, город для молодежи, безопасный город, развитие и сохранение истории и культуры и открытые подотчетные местные органы. Вот в моей предвыборной, в дебатных выступлениях я как раз-таки для себя за основу брала два направления, которые мне близки, это как раз-таки открытые подотчетные местные органы, вот о чем я уже и говорю, что нужно как можно чаще встречаться, обсуждать какие-то насущные проблемы именно с населением. То есть если вот мы, конечно, отчасти радуемся тому, что у нас построилось общежитие медколледжа, но при этом мы знаем, что за одной хорошей стороной есть и негативная сторона, когда жители были возмущены этим строительством, и сейчас идут судебные тяжбы. Я считаю, что если бы изначально наши госорганы, местный Акимат бы встретился с жильцами, и именно вот, знаете, как на Эльбе была бы эта встреча, то есть каждая же сторона бы высказала какие-то претензии, какие-то факты, предложения. Я думаю, что компромисс был бы найден, и сейчас бы судов этих не было. То есть мы приходим к пониманию медиации, что нужно как-то урегулировать вот эти споры вне суда, до суда, чтобы вот как-то нивелировать вот этот негатив в обществе. То есть мне хотелось бы, чтобы меньше было таких конфликтных моментов в жизни нашего города. Тут как бы город ратует, конечно, за молодежь, что это все-таки 250 мест новых общежитий. Мы сами знаем, какое нынче дорогое арендное жилье. Конечно, да. Допустим, студенты медколледжа, они на ура восприняли эту идею, а местные жильцы, вот, возникло недопонимание, что вот. Ну и те правы, и те правы, как бы вот в этом плане. Развитие истории культуры, ну я как выходец из ассамблеи, да, я, конечно, радуюсь за то, чтобы у нас было единство, согласие, дружба. Этот год был под эгидой 25-летия Ассамблеи народа Казахстана, да. Мы сами знаем, что у нас полиэтничный город, да, более 100 этносов проживает. И действительно мы хотим, чтобы каждая семья была благополучна, чтобы вот мы действительно жили именно в мире, в дружбе и согласии, чтобы у нас не возникало каких-то межритических конфликтов, каких-то недопониманий, споров. И вот как раз-таки в предвыборной программе именно улучшение качества жизни, именно качество, да, вот такое слово всеобъемлющее, да, это связано и с тем, что у нас мы будем содействовать тому, чтобы было больше отремонтировано в городе дорог. До 2023 года около 30 километров дорожного полотна будет приведено в порядок, да, в нашем областном центре, то есть появятся новые фонари, то есть будут освещены самые дальние улицы нашего города, да, то есть появятся новые школы, вот как я вот еще раз говорила, детские сады у нас такими усиленными темпами развиваются наши новые микрорайоны, это Береке, Кунай, Юбилейный, вот мы знаем, что есть проблема в микрорайоне аэропорт, тоже нам жильцы говорили о том, что нужны детские сады, очень сильно, тем более вот как раз таки аэропорт, это вот одна из проблем, то есть по многим пунктам все это подкреплено цифрами, да, то есть это и создание рабочих новых мест, да, то есть мы ратуемся за то, чтобы наша индустриальная зона развивалась, да, чтобы у нас было больше инвест-проектов, да, то есть если это безопасный город, мы ратуем за то, чтобы в каждом дворе появились видеокамеры, да, чтобы снизить уровень преступности, да, мы ратуем за подрастающее поколение, за наших мальчишек и девчонок, что вот у нас появится 190 спортивных площадок, да, то есть как бы в каждом направлении семьи есть свои предложения именно от нашей партии для госструктур, как решить, чтобы вот именно вот это качество жизни, оно действительно улучшалось, чтобы мы ратуем, конечно, прежде всего за то, чтобы у нас была фиксированная цена на продукты, да, питание и лекарства, что сейчас жизненно важно и жизненно необходимо, то есть как бы вот все вот идет к тому, что вот мы хотим и являемся партией народа, и хотим, чтобы народ нас слышал, и чтобы мы слышали народ, вот, и, конечно, вот этот принцип слышащего государства, он для нас очень важен и знаков в работе. Спасибо огромное за такой содержательный ответ на вопросы. Я напомню телезрителям, что со мной в студии была Зульфия Набиева, кандидат депутата Кустанайского областного Маслихата. Благодарю вас еще раз. Спасибо. С вами мы встретимся уже в следующем году, это программа «Последняя» в уходящем году. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю всего самого хорошего, светлого, доброго и, главное, всем здоровья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова